ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Денег нет, но вы держитесь. Почти 40% поучаствовавших в опросе российских автомобилистов держатся до последнего и не едут в автосервис исправлять очевидные проблемы. Кроме того, по данным известий, каждый третий респондент не торопится покупать новые шины. Примерно столько же закрывают глаза на косяки по кузову, так как они на скорость не влияют. Четверть автовладельцев перешли или собираются перейти на более дешевые запчасти. ТРАССА СТО ОДИН ДТП. Виновник не вписан в поле СОСАГО, а у пострадавшего обязательная автостраховка отсутствует. Должна ли страховая компания возместить ему убытки? Да, должна, говорится в недавно появившемся решении Верховного Суда, причем пострадавшей вправе добиваться суммы, которую определил независимый эксперт. А страховщик имеет право обратиться с регрессным иском к виновнику аварии, данные которого в полисе отсутствуют. ТРАССА СТО ОДИН Продал автомобиль, но новый собственник не зарегистрировал его на себя, поэтому штрафы продолжают приходить прежнему владельцу. Или обходится без штрафов, но спустя 10 дней сайт ГИБДД выдает в качестве владельца продавца машины. В данном случае Госавтоинспекция рекомендует озаботиться прекращением регистрации транспортного средства. Для этого с паспортом и договором купли-продажи надо обратиться в МРЭО ГИБДД, либо воспользоваться сайтом Госуслуг. ТРАССА СТО ОДИН 680 миллиардов рублей. Столько за первые три месяца этого года россияне потратили на покупку новых автомобилей. Цифра в сравнении с тем же периодом 2020-го, информирует агентство «Автостат», выросла на 8%. А подорожали новые машины за январь, февраль и март в среднем на 12%. Любопытно, что около третьей озвученной суммы пришлось на автомобили премиум-класса. ТРАССА СТО ОДИН Народный каршеринг уже в действии. В Москве и Питере в тестовом режиме запустили мобильное приложение, позволяющее сдать свой автомобиль в аренду. Во-первых, для этого надо заключить договор. Во-вторых, установить в машине специальное телематическое оборудование, пока его раздают бесплатно. В-третьих, приобрести полис ОСАГО без ограничений. Власти еще рекомендуют обзавестись каска. Цель всего этого – уменьшить число автомобилей, стоящих без дела во дворах и на парковках. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101